здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео поросица свиноматка у нас сейчас кстати гляньте какие эти большие уши и какие эти маленькие так посмотрим посмотрим свинка у нас вторую же опорожки она свиноматка хорошая ходил заходил буквально час назад прихожу через час уже все восемь поросятах родились по большому счету я принимал участие прошу вас тоже примерно таким же образом поросица сегодня у нас 26 уже где-то часов 11 ночи свинка молодец дня два уже не было видно что вот-вот будет приплод она себе вот видите сделала такую ямку в этой ямке поросятки нормально свечу мне надо сейчас будет посмотреть последить чтоб вышло место рассмотрим свинка молодец выворачивается он ложится чтоб поросяткам было удобно кушать поросятки крупные достаточно количество тоже нормально 8 штук я считаю это у нас порода свинки ну что-то типа патрена свинка мясная соответственно для нее 8 поросят для мясных пород это очень и очень неплохо результат неплохо они не отличаются на плодием так что 8 очень неплохо покрыта она была папой ландрасом поросятки сильно похожи на папу свинка полностью белая была папа был с черными пятнами все дети вот это мама это же еще зашел и приятно было удивлен я уже заходил где-то раза три или четыре это пришел еще раз посмотреть перед сном вот такое у нас приятное событие происходит свинка поросится у нее еще схватки идут эти вот как колокит ее но прошу вас она просилась очень быстро он надеется что и вы тут у нее не будет задержек никаких быстро отстреляется будет уже отдыхать даже не не пришлось мухи чистить ничего они в принципе самостоятельно все очистились мне некоторые пишут в комментариях зачем за ними следить в принципе да если свинка нормальная без всяких там задвигов либо поросенок летит сейчас увидим либо место выхода выхода где лучше ну что что дерешься быть хорошим не беспокой мама а то мамка сейчас начнет тут вскакивать сейчас мы если надо будет поможем и но опять же повторюсь свинка такая хорошая свинка у вас бабан это твоя свинка я у тебя поросенка покупал когда-то спасибо не зажал мне знакомый тоже держит свиней уже давно вот у него брал туда поросенка это второе порос первого поросе у нее было 7 порося сейчас уже 8 но как бы я считаю что 8 уже очень даже неплохо знаете главное она у меня во первых очень такая не капризная девочка хорошо идет хорошо и содержание непсихованная все ширина да это покушать у насчет поесть она любительниц и по конституции весна смотрю и поросядки у них нормальный пополнение у нас посмотрим дождемся чем закончится пока 8 поросята 26 февраля 2019 год второе поросе свиноматки сейчас заглянем к соседке тут пацанам уже четвертая неделя с мамкой сидят нам как не хавается чтобы он ее не доедет уже здоровый кабан где только родились сейчас если мы куда мы это как это по какому давай давай молодец да что не говори у меня в первый опорос 1 свиноматка кидалась а кусалась а загрызала поросят меня несколько раз хотела съесть по оконцовке закончилась тем что я ее сдал на место с этими же проблем никаких нет тут я захожу сейчас нахожусь в свинарнике она с ней сарае она не реагирует на меня никак отрицательно с психикой не все в порядке если свинка хорошая ну как бы не проблемная то никаких сложностей в ее приеме опоросит не будет поэтому содержание свиней это задача очень простая которую вполне может любой главное проявить милейшее желание и все может ну все давайте пока мы подождем если будет что интересного досниму и по оконцовке посмотрим чем закончится наш опорос пока меня не выходила поэтому будем продолжать сидеть еще смотреть и выжидать поможем мамочке поможем и очиститься поможем и очиститься вот и отлично еще одно место вышло место желательно убрать чтоб финка его не скушала значит два куска уже вышло один это высоветели а второй был таки такого же размера буквально пару пару минут назад я так думаю поросятки у нас уже все родились опорос подходит к концу по большому счету два места больших вышло может еще выйти там пару мест может даже еще выйти там и три и четыре ну как бы возможно даже и поросенок еще выйдет но мне кажется поросят уже не будет давайте еще посидим там минут десять-пятнадцать и будем уже идти домой спать потому что все это классно а завтра с утра надо ехать на работу поросятки у нас чувствуются хорошо здоровенькие задохликов вроде как нет все нормально опорос прошел я хочу сказать опорос прошел достаточно хорошо удачно можно сказать в принципе без моего вмешательства особого даже не получилось показать как надо их принимать все у меня поросята в этот раз да и в тот раз по моему практически все все вышли сама она все там сделала для них точнее не для себя для от меня требовалось условия создать условия были созданы смотрите вот сейчас схватки идут сейчас возможно опять место пойдет будет ее трясет сильно начинает ногами вот так ссовывать со схват сейчас посмотрим если что место выйдет будет вообще хорошо просто нервничает в соседней клетке поросята кушать выпрашивает она наверное думает что это ее просила все и поворачивает в полгода ну ничего ничего сейчас если еще несколько будем будем идти уже наверное все давно ну вот в принципе и все опорос опорос я так думаю завершился свинка опоросилась 10 поросят не один был не живой 9 живых нормально он функционирует кушает свинка отошло два места у нее вышло два куска больших я думаю если даже и будет еще место она будет очищаться тут у меня ждать его не будем потому что и так уже я часа три нахожусь рядом с ней в общей сложности поэтому думаю моя помощь ей уже не понадобится по утру еще раз осмотрю сарай если будет место я его уберу от нее потому как нежелательно чтобы она его вместо это кушала ну а правда даже если она его и скушает я не думаю что это будет большой проблем свиноматка молодец как и в прошлый раз моего присутствия и участия был ну минимум как уже говорил в начале отошел сразу восемь поросяток было одного я принял ну тоже пока управлялся ходил там водолевал прихожу он уже ждет вышел самостоятельно мне только осталось его обтереть пуповинку обрезать пуповинки я даже не обрабатываю ничем отчасти конечно из-за своей так скажем человеческой лени отчасти из-за того что не вижу в этом необходимости не будем с кем спорить просто заметил обратил внимание что большому счету как бы процесс заживления идет очень неплохо даже если их эти пуповинки там ничем не обрабатывать оборвать чтоб не мешали сантиметров три оставить это достаточно потому как когда сами рождаются они их обрывают вообще там коротышки такие остаются и по большому счету никогда проблем не возникало с этим буду закругляться подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты прибавление очень приятное получается последний день зимы последние дни зимы такой подарок на весну это очень и очень хорошо так все будем оставлять чтобы она не нервничала я смотрю у нее уже и схватки так бывает еще это будет длиться еще до утра поэтому моего присутствия здесь уже не надо будет я надеюсь все будет хорошо свинка опоросилась полностью закончился опорос значит из десяти поросят восемь живых один сразу был неживой но одного она придавила первые пару дней из-за того что они еще очень слабые из-за того что у нас здесь происходит такая проблема бывает она их давит значит хочу показать когда она очистилась вот с нее вышло вот столько места ну вымазалась просто в опилках ну это так чтобы вы понимали в каком количестве это все должно выйти сейчас сфокусируется ну так где-то килограмма наверное килограмма четыре наверное а то и все пять ну как бы кусков но вес поросенка при рождении составляет в среднем это кило пятьсот кило шестьсот вот видите они еще начинают хрипать она пугается там реагирует мы еще будем надеяться что все будет нормально у нее и она больше не будет дарить малышей все не буду мешать опороз закончился значит восемь поросят у нас живых свинка очистилась очень хорошо даже покушал все будем смотреть растите и надеемся что все будет нормально подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты одному уже нос укусили шо ж ты с опытом родился всего доброго до новых